Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на тесте Subaru Outback 2015 года выпуска. Кстати, этот автомобиль в максимальной комплектации. Давно уже от меня не было тест-драйвов на канале. Наконец-то появилась возможность провести тест-драйв этого автомобиля. Это максимальная комплектация. Стоимость 2 миллиона 350 тысяч рублей составляет. Сейчас, секунду, настрою я климатическую установку. Сегодня довольно жарко. Так, сейчас мы попробуем выехать с преддомовой территории. Аккуратно. Здесь установлена камера заднего вида. Но, к сожалению, не динамические линии здесь. Графика отличная, я считаю. Электроусилитель руля очень легкий. Давайте, наверное, начнем с истории этого автомобиля. Вообще, это пятое поколение. Это пятая генерация Subaru Outback. Считается, что это универсал повышенной проходимости. В действительности, кто-то даже приравнивает этот автомобиль к кроссоверам. Не безосновательно. Учитывая базу автомобиля, 213 миллиметров у нас клиренс. Достаточно внушительный, учитывая размеры автомобиля. В этом автомобиле стоит горизонтально-оппозитный двигатель. 2,5. Мощностью 175 лошадиных сил. Радует плавная работа двигателя. Это безусловно. Кстати, вот на холостых оборотах его едва слышно. Никаких вибраций в салон, естественно, не проникает. Что касается подвески, здесь она независимая передняя стойки McPherson. И задняя также независимая на двойных поперечных рычагах. Так как автомобиль, по большому счету, проектировался для рынка США, многие, наверное, думают, что автомобиль валкий. В действительности это не так. Автомобиль огромный, большой, я бы даже так сказал, американский. Импозантный очень. Вот, по поводу подвески. Она крепкая, сбитая, автомобиль не плывет. Порой даже возникает ощущение, что это автомобиль без подвески. Ты просто плывешь. Даже на лежачих полицейских автомобиль не вздрагивает. Он плавно идет. И даже лежачий полицейский ему не помеха. Что я считаю положительным моментом. Кстати, по техническим характеристикам. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 198 км в час. Практически 200 км в час автомобиль едет. Для этого автомобиля, я считаю, что это более чем достаточно в любом случае. И от 0 до 100 км в час он набирает за 10,2 км. Я считаю, что это отличный результат. Учитывая, что это огромный универсал повышенной проходимости. И сейчас немного для вас технической составляющей. Давайте рассмотрим ценовой потолок этого автомобиля. Он начинается с отметки 2,190,000 рублей. Двигатель 2,5 с вариатором 175 лошадиных сил и полный привод. Затем идет комплектация также 2,5-175 лошадок. Так скажем, это средняя комплектация 2,250,000. И топовая, вот как у нас, это 2,350,000 рублей. Также доступен двигатель объемом 3,6 лошадок, 260 лошадок. Также вариатор, полный привод, стоимость 2,750,000. Борка данного автомобиля осуществляется в США и в Японии. Средний расход топлива в городском цикле это порядка 10 литров на 100 км. И в загородном цикле это 6,3 литра. Продольное расположение двигателя. Крутящий момент здесь 235 ньютон-метров. Система питания двигателя, соответственно, это распределенный впрыск. Длина автомобиля 4815 мм. Ширина 1840 мм. Высота 1675 мм. И колесная база 2745 мм. Как я уже упоминал, клиренс 213 мм. Объем багажника очень внушительный. 527 литров. Если сложить спинки задних сидений, он превращается просто, наверное, в очень огромный багажник. И составляет 1800 литров. Топливный бак 60 литров. Я считаю, он мог быть и побольше. Допустим, 80-85. Чтобы увеличить дальность хода автомобиля, снаряжная масса 1603 кг составляет. По тормозам здесь дисковые вентилируемые спереди и дисковые вентилируемые сзади. Вот такая техническая составляющая. Что еще интересного, пока не забыл. Наверное, вот у меня есть брошюра с автосалона. Да, наверное, вот по брошюре я не буду рассказывать вам. Здесь автомобиль под завязку напичкан электронными системами. Кстати, здесь информационно-развлекательная система Subaru Starlink. Так она называется, с навигацией, с данными на SD-карте, аудиосистемой премиум-класса, Harman Kardon CD-проигрыватель на один диск и акустическая система 12 динамиков. Звучит, поверьте мне, просто потрясающе. Что касается у нас управляемости. Здесь есть система SI-Drive, система X-Mode, активация полного привода. Это такой своеобразный боевой режим. Затем это система помощи при спуске, система активного управления тягой. Система курсовой устойчивости. Вы ее можете, соответственно, отключить антипробуксовочной системой. Система помощи при старте с места на уклоне. В общем, как вы поняли, автомобиль напичкан под завязку электронными системами, которые в первую очередь работают на безопасность. Вот, наверное, это такой ознакомительный экскурс я вам провел по этому автомобилю. По конкурентам. Я считаю, что основной конкурент этого автомобиля, безусловно, это Volvo XC70. Там шведские технологии, здесь японские. Интересно, что Subaru Outback собирается как в США, так и в Японии. А Subaru Forester только японская сборка. Теперь еще какие интересные моменты можно рассказать про этот автомобиль. Здесь есть система X-Mode. Кнопочка на центральной консоли. Нажимаете ее. Вам нет необходимости нажимать на педаль тормоза или на педаль газа. Допустим, когда вы спускаетесь со склона, с горы, с какой-то крутой автомобиль, электроника автомобиля сама все будет перераспределять. Крутящий момент, подтормаживать необходимое колесо. В общем, своего рода японские инженеры сотворили такое маленькое чудо для любителей активного бездорожья. Ну, так скажем, для проселочной местности. Естественно, на серьезное бездорожье этот автомобиль никто не погонит в здравом уме. Единственный момент, наверное, если так сложат обстоятельства. Но я думаю, даже на серьезном бездорожье этот автомобиль в определенной степени не спасует. Естественно, нужно учитывать прошлое этого автомобиля. Сколько этапов и допов было на ралли. Одна импреза только чего стоит. Этот автомобиль уже всем все доказал, что это нереально надежный автомобиль. И, соответственно, от этого и плясали инженеры, когда разрабатывали тележку от импрезы. В общем, тележка стоит и на Форестере. Но вот в действительности, я не знаю, нужно мне еще раз проверить, на аутбеке от импрезы, скорее всего, удлиненная или нет. Но, тем не менее, вот даже уже по допам ралли можно сказать, что здесь подвеска очень хорошо настроенная. Она действительно дарит вам положительные эмоции. Радуешься практически за каждый километр пути. Подвеска работает без пробоев. Просто замечательно, на мой взгляд. Здесь установлена трансмиссия. Я считаю, что японские инженеры, взвесив все плюсы и минусы автоматической коробки передач, роботизированной коробки передач, а также вариаторной коробки передач, сделали маленькое чудо. Они поставили сюда клиноременный вариатор. Он называется Лениатроник. На самом деле, это такая комбинированная система, когда вариатор состыкован с гидротрансформатором. И таким образом происходит общение их с полным приводом. До Subaru этого практически никто не делал. Знаете, что я заметил? Здесь ровная тяга. Безусловно, это заслуга вариатора Лениатроник. То есть, это моментальные отклики на педаль акселератора. Происходит автомобиль очень плавно и, что немаловажно, бодро ускоряется. Но, по большому счету, этот автомобиль располагает в комфортной и безопасной езде. Размеренной, при том, на нем нет желания гонять. Здесь есть две клавиши управления. S, кнопочка и I. Все это объединяется в систему SI-Drive. Это работа вариаторной трансмиссии. То есть, здесь уже будут другие отклики на рулевое управление, на трансмиссию. И, соответственно, отклики на педаль газа. Я считаю, что как универсал повышенной проходимости, это просто идеальный автомобиль. Лучше не придумаешь. Американцы очень полюбили этот автомобиль, как и европейцы, в принципе. И россиянам он тоже пришелся по душе. Потому что у нас человек любит, когда автомобиль большой, огромный, импозантный, внушительный, просторный и практичный. И за это люди готовы платить. Несмотря на то, что Subaru это не премиум бренд, тем не менее, люди готовы отдавать такие суммы за японское качество, за японскую надежность. И, безусловно, за японскую какую-то даже харизму, я бы так сказал. И вы знаете, вот мне пришла мысль, что это действительно очень честный автомобиль. Потому что большинство современных маркетников, кроссоверов, европейских, фермоамериканских, немецких, они навязывают очень много ненужных порою опций, которыми вы вряд ли будете пользоваться. Допустим, ценовой сегмент до 2 миллионов рублей. Вы берете, например, какой-то автомобиль, он вам очень понравился, и понимаете, что то количество опций, оно просто зашкаливает. И в 2 миллиона никак не уложится, цена, соответственно, ползет к отметке 2,7, а то и даже порою до 3 миллионов рублей. Заказываете все эти опции, вы думаете, что вы будете их использовать. Конечно, системами безопасности не стоит пренебрегать, но в большинстве случаев это ненужные опции, которыми вы вряд ли, наверное, будете пользоваться. И хорошо, если вы будете, по крайней мере, пользоваться половиной из них, если они вам пригодятся. А так, если посмотреть, там в начальных комплектациях это в кавычках «голый автомобиль». Его нужно в любом случае доукомплектовывать чем-то. В этом вам грамотные менеджеры автосалонов, безусловно, помогут и опустошат ваш карман где-то на 500-700 тысяч рублей. В нашем случае, какой нам предлагается автомобиль? За 2 миллиона 350 тысяч рублей в этом автомобиле есть практически из всех, так скажем, из всей совокупности благ, есть все. Начиная от навигации, заканчивая подогревом сидений, но, к сожалению, нет вентиляции сидений, хотя кожа перфорированная. Я считаю, что, вот, я, наверное, вам объяснил, почему я считаю, что это честный автомобиль, он вас не обманывает. Здесь надежность, практичность, какая-то даже японская, я бы сказал, изюминка, потому что все субороводы, никто, если честно, никто не может сказать что-то плохого про этот автомобиль. Естественно, сервисмены тоже ничего плохого не говорят, но, с одним но, если что-то серьезно ломается, запчасти недешевые. Еще на форумах добавляют перчинки малограмотные люди, которые начинают говорить о том, что горизонтально-оппозитный двигатель, он не подлежит ремонту. Даже вот сам читал, не знаю, насколько это правдивая информация, но, тем не менее, они начинают поливать грязью производителей. То есть, это такой черный пиар. Я не знаю, с какой целью они это все делают. Такими не очень хорошими делами занимаются. Да, еще бы хотел обратить внимание на подвеску. Она стала жестче, и вот микропрофиль асфальта не так сильно сейчас это все не в таком зубодробительном режиме происходит. За это нужно дать инженерам должное. Как обстоит дело с шумоизоляцией в этом автомобиле? Действительно, шумоизоляция здесь на очень-очень хорошем уровне. Почему? Я сейчас вам объясню. До этого первое, второе, третье и четвертое, ну, так скажем, до третьего поколения. Subaru, в общем, все ругали за то, что шумоизоляция здесь посредственная. Да, действительно, этот момент был. Сейчас это устранили. Над этим японцы тщательно, кропотливо поработали и достигли уровня, я бы даже сказал, приблизились к премиум классу. Потому что они даже добавили электропривод, крышки, багажник. Но, тем не менее, это добавляет какого-то премиум шарма этому автомобилю. Шумоизоляция 5 из 5 баллов. Безусловно, никаких аэродинамических шумов, никаких шумов от ветра, от шин в автомобиле не присутствует. Тишь да гладь, я считаю, ну, отлично просто. Как я только не пытался добиться пробоя в подвеске, это никак не получается. Подвеска тоже, наверное, 5 из 5, как и шумоизоляция. Интересное рулевое управление. В этом автомобиле установлен электроусилитель руля. Отличное обратное усилие. Трёхспецовый кожаный мультируль. Он очень кухлый. Приятно держать в руках. Много органов управления здесь протублировано. Начиная от аудиосистемы и заканчивая различными системами. Такими, как бортовой компьютер. Вы знаете, действительно, здесь интересная управляемость. Я не скажу, что она как у Subaru Impreza, но что-то отдалённое оно напоминает. Действительно, интересная управляемость. Вот сейчас мы выехали на загородную трассу. Попробуем разогнаться хотя бы до 100 км в час. Здесь моментально происходит ускорение. Без задержек. Ровная тяга. Опять-таки, это заслуга вариатора. Кстати, есть здесь ручной режим. Нужно перевести селектор в положение M. Здесь патрулевые лепестки переключения передач. Минус – это передача выше. И сразу двигатель начинает подтормаживать. И передача выше – это плюс. В общем, всё, что нужно для спортивной езды, здесь это всё есть. Что могу сказать по качеству отделочных материалов и по качеству сборки данного автомобиля? Я очень уважаю японцев. Все бренды, начиная от Мазды, заканчивая Тойотой, да? По большому счёту, Субару – это и есть Тойота, да? Это и есть хорошо, я считаю. Да, безусловно, качество отделочных материалов, качество сборки здесь на очень высоком уровне. Японцы постарались. Это мягкий пластик. И на вид здесь всё выглядит шикарно. Это отделка двухцветным пластиком. Да, немного сэкономили, возможно, на центральной консоли. Это уже идёт твёрдый пластик. Мультимедийная система. Здесь вставки глянцевый пластик или, как хотите, рояльный лак. Интересно тоже смотрится. Добавляет определённого шарма автомобилю. Что могу сказать про геометрию посадки? Геометрия посадки при моём росте в 188 сантиметров. Достаточно удобная. И диапазон регулировок кресел, он тоже широкий. Есть регулировка по высоте, продольные регулировки спинка и поясничный подпор только у водителя. Два направления, электропривод. Как меломаны, меня порадовало звучание аудиосистемы Harman Kardon. Это знаменитая аудиосистема. Многие используют. Ставят BMW такие, аудиосистемы ещё. Некоторые производители это также практикуют. Что могу сказать по убранству салона? Да, действительно, здесь всё до мелочей продумано. Здесь огромный центральный подлокотник, подстаканники. Много вещевых карманов, вещевые отсеки. Они практически везде здесь. Единственное, что не хватает, это, наверное, в прямом росте. Вот я люблю всё-таки, чтобы был подпор для голени. Если был подпор для ног, креслам просто не было бы цены. Они очень широкие. Единственное, наверное, минус. Человеку тучному здесь будет не очень комфортно, потому что не такая развитая боковая поддержка. И если вы будете заходить в поворот на высокой скорости, вы всё-таки будете вываливаться из кресел. Кожа здесь очень качественная, добротной выделки. Это бежевый салон. В обзоре я это всё вам покажу и расскажу. Это также очень безопасный автомобиль. Здесь боковые шторки, занавески безопасности. Коленная подушка безопасности для водителя. С этой точки зрения придраться к чему-то здесь очень сложно, по крайней мере. Электролюк. Здесь установлен автоматически. Механическая шторка имеется. Многие японцы премиум бренды практикуют. Освещение салона уже полностью диодное. Здесь, к сожалению, Subaru этого не делает. Допустим, если даже взять бренда Lexus, Infiniti и Acura, там уже полностью идут светодиоды. Здесь такого, к сожалению, нет. Любителям модных гаджетов этот автомобиль придётся по душе, я считаю. Потому что здесь есть практически всё управление телефоном посредством Bluetooth-связи. Вы можете соединять телефон, принимать звонки, а также звонить, нажав на одну кнопку. Вы всего лишь и прослушиваете потоковые аудиофайлы. Соединение происходит в два этапа. Вы соединяете телефон, отображается телефонная книга. И, в общем, весь ваш смартфон на экране вот этого мультимедийного центра будет отображаться. Есть вход AUX CD на один диск IMFM. Карта, кстати, здесь тоже хорошо работает. Не притормаживает, не подлагивает. Чёткая графика для такого небольшого дисплея. Что могу сказать про интерфейс? Он довольно дружелюбный. Все кнопки и рычажки, они очень приятные на ощупь. Сделаны они с выверенным усилием. И действительно, понимаешь, начинаешь проникаться в той философии, которой руководствовались японцы при создании пятого поколения Subaru Outback. Это, наверное, нужно быть приверженцем и любителем японского автопрома, японских автомобилей. Действительно, как в старые добрые времена говорили, то, что Subaru это автомобиль в первую очередь на большого-большого ценителя. Оно и так сейчас остаётся. Это действительно автомобиль на ценителя. И ценитель, поверьте мне, даже если бы этот автомобиль стоил порядка 3 миллионов рублей, вот в нашем случае, я ещё раз напомню, 2 миллиона 350, да, это топовый вариант, топовая комплектация с движком 2.5. Но также есть ещё и движок 3.6. Если бы даже она стоила от 800 до 800, я думаю, её бы в любом случае покупали. Потому что человек, однажды прокатившийся или имеющий опыт владения Subaru, он в любом случае с широкой улыбкой смотрит на этот автомобиль без ухмылок, с какой-то даже душевной теплотой, потому что этот автомобиль не подведёт, действительно, он не подведёт, пройдите ли вы на нём во Владивосток или куда-то ещё, в какие-то отдалённые уголки. И вот сейчас автомобиль у меня на тесте, я его взял на один день. С утра я уже катаюсь. Я катаюсь уже на нём порядка двух часов, усталости практически не чувствую, потому что автомобиль очень комфортный. Опять-таки я скажу то, что здесь подвеска нереально комфортная, она располагает к размеренной езде, и многим это, безусловно, понравится. Рулевое управление интересное. Если нужно ехать быстро, этот автомобиль будет просто лететь, как самолёт. Если нужно передвигаться спокойно, размеренно, без суеты, он будет плыть, как корабль. В общем, как вам надо, так он и поедет, это 100%. Вот сейчас немного здесь разбитая дорога за городом. Так решил я поехать в лес, прокатиться, чтобы показать вам красивые места. А разбитая дорога в салоне, я думаю, если было бы 5 человек, я сейчас один, наверное, они бы просто были рады, потому что такая разбитая дорога, и мы в салоне ничего не чувствуем, ни выбоя, ни каких-то пробоев, подвески, тем более здесь нет. Вот сейчас очень уж разбитый участок дороги. Вот мы прекрасно его преодолели, без лишней нервотрёпки. Смотрите, легко просто, без лишних усилий. В этом автомобиле установлен двухзонный автоматический климат-контроль. Он со своей задачей прекрасно справляется. Есть регулировка температуры в полградуса. Японцы очень любят электронные часы. Здесь они есть, безусловно. Настройки также для них есть. Подогрев сиденья, он многоступенчатый, 3 ступеньки, высокая, средняя, низкая для водителя и для пассажира. Центральная консоль. Здесь такое интересное цветовое решение, где селектор, коробки передач, вариаторные трансмиссии, вставки под хром, глянцевый пластик и такая имитация под металлические вставки. Что могу сказать про второй ряд сиденья? Он также очень просторный, при том спинки наклоняются, там есть два положения, практически лёжа и, соответственно, стандартные положения. При том их можно сложить с багажника. Там такие механизмы, два рычага, две ручки, вот слева и справа. А, конечно, этот автомобиль дарит массу положительных эмоций. В первую очередь он настраивает спокойную езду. Даже я заметил, вот, по своим субъективным ощущениям, то, что педаль газа слегка задемпфирована, слегка. И когда ты уже вот чуть-чуть только дал газа, она вот уже моментально подхватывает и уходит просто на ура. Моментальная тяга и всё, и ушёл. Без лишних вопросов. И при том, дорогие зрители, учитывая, что это автомобиль тестовый, пробег 781 километр. Никаких сверчков в салоне нет. Тишина практически. Если, наверное, замерять уровень шума в децибелах, здесь этот автомобиль в любом случае будет в лидирующих позициях. Это как минимум. Действительно, никаких шумов нет вообще практически. Да, ещё в этом автомобиле установлены алюминиевые накладки на педали. На педаль акселератора и на педаль тормоза. С такими резиновыми накладками. Все органы управления легко считывают. К эргономике нет претензий. Здесь у нас бортовой компьютер 3,5 дюйма, если я не ошибаюсь. И основной центр мультимедийной системы у нас 7 дюймов. Здесь дублируется вся необходимая информация. Эконометр отображается. Также здесь у нас расход топлива. Мгновенный текущий расход. Сейчас вот до пустого бака. Здесь указана информация, сколько осталось до пустого бака. 240 километров. Сейчас у меня пол бака. Расход, вот вы не поверите, я сейчас еду в таком режиме, то нажимаю на педаль газа, то нет. И расход он мне показывает 4,4, 2,5, то есть 6,2. А когда я отпускаю педаль газа, расход 0 на 100 километров. Вот сейчас 6,2, там 7,5. Если вы чуть-чуть сильнее притопите. Вот сейчас он 3,1, 2,7. Вообще нам показывает какие-то просто вот сейчас 11,6, 8,4. Какие-то такие цифры, какая-то игра цифра просто идет здесь сейчас. Интересно. Средний расход у нас 12,4. Отображается компас, система SI Drive, цифровой спидометр. Сейчас мы передвигаемся скоростью 47 километров в час. Он сейчас опять очень разбитый участок дороги. Прекрасно мы его преодолели. Сколько вы пробовали в пути. В общем, информативная приборная панель выводит всю необходимую информацию техническую для водителя. Так, давайте проедем немножко по прямой. Попробуем разогнаться. Да, 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 еще раз, да. Вы знаете, вот этот горизонтально-оппозитный двигатель, его рык ни с чем не спутаешь. В Subaru, как происходит, в Subaru Forester происходит так. Сначала идет звук двигателя, притом он не такой назойливый, и потом идет динамичное ускорение. Здесь практически все то же самое, но двигатель не так сильно слышно в салоне. Здорово, что он так быстро ускоряется. Мне лично очень понравилось. И такой приятный, интересный звук. Давайте еще раз попробуем ускориться до 100 км в час. Поехали. 100, а все уже 100. Буквально даже, наверное, за 9 секунд. Паспортный у нас 10, я думаю, намного быстрее разогнал этот двигатель. Заслуга здесь еще симметричного полного привода, постоянного полного привода. Да, действительно, автомобиль можно рекомендовать для любителей быстрой езды. Так скажем, это входной билет в Drivers Cars. Автомобили, которые радуют каждый день. Можно, безусловно, можно позажигать на этом автомобиле. Так, давайте еще раз попробуем ускориться. Уж очень мне понравилось ускорение этого автомобиля. А вот сейчас у нас задние датчики парковки оповещают о том, что есть препятствия. Но здесь на самом деле это просто у нас трава. И они думают, что это препятствие. И вот так пищат. Сенсор так настроен. Давайте еще раз попробуем. Хотя бы до 80. Все, 80. Конечно, не вжимает в сидение, но разгон достаточно уверенный. Автомобиль прогнозируемо себя ведет. Это ровная тяга. Благодаря этому вариатору. Линиатроник отлично, я считаю, отлично. Очень даже хорошо. Динамические характеристики. С этим все в порядке в этом автомобиле. Определенно. Учитывая, что это автомобиль в первую очередь для семейного человека. Может даже. Я допускаю, что это деловой человек. Потому что автомобиль выглядит довольно презентабельно. Он роскошный, большой, мощный, импозантный. Поэтому многим он придется по вкусу. И понимаете, вот за время тест-драйва начинаешь проникаться большим уважением к этому автомобилю. Потому что понимаешь, с какой щепетильностью, как настраивали этот автомобиль. Я даже думаю, что здесь есть немножко адаптация к российским условиям. Да, нужно отдать проектировщикам, инженерам должное. Кстати, вот сейчас очень много на обочине стоит автомобиль. Если вы заметили, многие собирают грибы. Сейчас сезон. Можно было, конечно, остановиться. Но рамки тест-драйвом ей не позволяют это сделать. А так с удовольствием мы, наверное, сходили за грибами. И, наверное, что-нибудь бы нашли. Но, думаю, может в следующем тест-драйве, если приедем с кем-то, обязательно посмотрим, что здесь да как. Вот опять здесь такая разбитая, можно сказать, дорога. Не очень хорошего качества. Опять подвеска на высоте. Отлично просто все отрабатывает. Про мультимедиа забыл вам напомнить. Есть розетки, также есть багажники. Это немаловажно. Особенно, если у вас маленькие дети, у них много гаджетов. Начиная от iPod, заканчивая iPad'ами, планшетами. Разными устройствами, которые облегчают жизнь. Они могут здесь их подзарядить, соединить через вход USB-AUX, прослушивать файлы MP3, слушать музыку. В общем, что угодно практически делать. Много розеток. Поэтому на борт автомобиля можно принимать заядлых любителей хай-тек индустрии, наверное. И, безусловно, любителей всех гаджетов. Второй ряд сидений, что могу сказать про второй ряд сидений. Он с подогревом. Передний ряд сидений, то есть для водителя, для пассажира, здесь три ступеньки имеется. И для второго две. Немножко обделили у нас второй ряд. Сидения очень быстро нагреваются. Они перфорированы. Вот сейчас мы с вами катаемся по такой не очень хорошей поверхности, так скажем. Вот, наверное, и вся среда обитания этого автомобиля. Вот такие полуразбитые немного дороги. Здесь он в определенной степени не спасует. Вот я считаю, что это отлично, как он здесь передвигается. Замечательно просто. Ускорение опять-таки плавное, размеренное, без рывков, без пинков происходит. Как обычно, бывает иногда с задержками на автомате, на ДСГ. Есть система помощи при спуске и так далее. Много электронных систем. Так, давайте, наверное, попробуем на легкой такой внедорожье выехать. Конечно, вот я опасаюсь все-таки, наверное, у нас геометрическая проходимость нам не позволит. И я, наверное, не смогу здесь проехать, потому что как-то опасаюсь я этого участка дороги. Там еще вот он с таким очень неудобным уклоном. Боюсь, что мы можем шоркнуть передний или задний бампер, потому что с весами такие большие. Если был бы на Форестере, тогда бы, да, тогда бы точно смогли бы проехать. А так не рискну, потому что автомобиль тестовый. Нет желания его по полной проверять, заменять куда-то потом, разлюбовить эти последствия. Но я уверен, что здесь он даже не спасает. Может, поищем участок менее, так скажем, экстремальный. Ну, здесь что-то такое нет. Это тоже очень такое. Проходим участок. Попробуем, наверное, проехать в другую сторону. Сейчас мы катаемся по территории парка Прибрежный. Здесь довольно красивые места, и поэтому я решил провести именно здесь тест-драйв этого автомобиля. Что могу еще сказать по электронике от автомобиля? Здесь полные настройки, полностью присутствуют все настройки для памяти. Это две позиции для памяти. Это на, соответственно, электропривод сидения и электропривод складывания. Зеркал есть. Зеркала огромные для такого универсала повышенной проходимости. Отменная просто обзорность. Они с подогревом. Четыре стекла здесь полностью автоматические. В одно касание опускаются и поднимаются. Мягкие, кожаные подлокотники. Здесь перфорированные вставки. Все прекрасно смотрится. И, безусловно, вставки под дерево. Этот автомобиль, наверное, не может не радовать своего владельца, потому что большинство Субароводов, они держатся, наверное, такой тесной, сплоченной группой. И я даже общался с владельцами автомобилей. Никто плохого ничего сказать про Субару не может по определению, потому что действительно автомобиль своего рода даже душевный, потому что этот автомобиль любят, наверное, с сердцем, а потом уже покупают, я имею в виду, с сердцем, а потом уже понимают то, что покупка была выгодной и, в первую очередь, практичной. Что ты купил действительно стоящий автомобиль, не проиграл. Ну, единственное, наверное, немного в цене они побыстрее потеряют, чем другие бренды, но, тем не менее, надежность на высоте, еще раз на высоте. Мне очень понравился как экстерьер, так и интерьер этого автомобиля. Вот что я заметил, шины. Шины, наверное, сами по себе немного шумные, поэтому вот в салон немножко такой тихий, пронзительный звук проникает, но ни в коем случае вам не докучает. Вот сейчас у нас немножко залатали ямы, и поэтому такие камушки по аркам бьют. Руль. Мне, безусловно, понравился руль. Здесь кожа мягкая, очень приятная на ощупь. Есть упоры для больших пальцев. В рулевой колонке только механические регулировки. Это регулировка по высоте и по вылету. И при том диапазон регулировок широкий. Как человек небольшого роста подберет для себя без проблем все, так и человек высокого роста здесь устроится с большими удобствами. Подушка, что могу сказать по подушке, по сиденью, она, так скажем, не короткая, не длинная. Золотая середина, удобная. Сиденье, да, действительно удобное. Вот я уже катаюсь продолжительный период времени в этом автомобиле, да. Действительно, можно подкачать ресничный подпор. Ах, вот как эти камушки, а. Вот я для себя понял, что это очень простой автомобиль, незамысловатый. И он действительно, вот как у них слоган есть, быть, а не казаться. Вот действительно, ты понимаешь сущность этого выражения. Быть, а не казаться. Он действительно вот такой простой, солидный, без заморочек, без каких-то там намеков на какие-то, так скажем, премиум бренды, да. Это действительно настоящий автомобиль, честный автомобиль. Вы знаете, я бы хотел, конечно, чтобы в эту цену здесь был, как минимум, как минимум панорамная крыша была. Здесь есть электролюк полностью автоматический. Кто страдает болезнью детского пространства, открываете шторку и прекрасно все просто созерцаете, как говорится. Здорово. Но если была бы еще и панорамная крыша, было бы здорово. Но я так подозреваю, если бы была панорамная крыша, она бы съела полезное пространство немножко. Также здесь, насколько я помню, 12 литров съедает полезного пространства багажника, электропривод пятой двери. Вот. Вот такие новости. Еще раз, что могу сказать про рулевое управление. Вот видите, моментальные отклики на поворот руля, даже малейший просто поворот руля. Вот сейчас я тоже вам продемонстрирую. Смотрите, моментально просто автомобиль не плывет, он управляемый. Просто чувствуете автомобиль своим нутром и шестым чувством каким-то. Это 100%. Вот. Никакой раскачки. Все очень собрано, стабильно. Вот так даже можно здесь проехаться. Вот так он позволяет ехать, как видите. Да, вот сейчас у нас здесь дорожное покрытие оставляет желать лучшего. Мы видим со скоростью 90 км в час. Просто шикарно. Какие минусы? Вы знаете, вот за время тест-драйва я для себя минусов так и не смог обнаружить. Потому что обзорность здесь отличная. За счет вот этой стойки здесь еще такое окошко. Поэтому обзорность шикарная. Обзорность назад очень хорошая. Огромные зеркала лопухи. Есть камеры заднего вида, датчики парковки. Так что даже начинающий водитель, несмотря на то, что автомобиль огромный, широкий, не будет себя чувствовать, так скажем, некомфортно. Легко припаркует этот автомобиль. Обзорность действительно очень хорошая. Вы знаете, запас тяги. Вот здесь установлены горизонтально-оппозитные двигатели. Запас тяги. Такое ощущение, что здесь как минимум V6 стоит. Или рядная шестерка. Потому что запас тяги мгновенный. И сразу такой рывок. Наверное, даже не знающий человек скажет, что тут минимум 6 цилиндров и 200 лошадок. Хотя на самом деле 175. Я даже боюсь представить, как едет автомобиль с двигателем 3.6. Там, насколько я помню, 260 лошадок. Это действительно динамичная езда. Без преувеличения. Да, кстати, здесь вот такие ключи. Ключ-прилог. Кнопка закрыть. Открытие. Нажимаете на эмблему Subaru. Электропривод в крышке багажника. Так что он здесь спрятан механический ключ. На тот случай, если, допустим, у вас откажет сигнализация или какая-то экстренная ситуация произойдет, вы можете открыть автомобиль всегда. При помощи замка, да, механического. Система доступа без ключа. Соответственно, также там сенсор. Нажимаете на ручку, закрывается автомобиль. Чтобы открыть, тянете за ручку. При том условии, что ключ-прилог непосредственно находится с вами. Здесь установлен, конечно же, иммобилайзер. Давайте, наверное, я подведу промежуточный итог по этому автомобилю. Управляемость могла бы быть, конечно, и получше. Сейчас уже покатавшись на нем, я понял это. Это 4 балла из 5 возможных. На 5-балльной шкале я все буду оценивать. Двигатель тоже на 4 балла. Что еще могу сказать про обзорность 5 из 5. Шумоизоляция тоже 5 из 5. Энергоемкость, ходы, подвески 5 с плюсом. Это 100% 5 с плюсом просто. Салон 5 с плюсом, потому что большего от этого автомобиля не ждешь. По крайней мере, в этом ценовом сегменте. Притом есть некоторые штрихи, которые будут вам напоминать каждый день о премиум-классе. Вот, наверное, пожалуй, и все. Да, двигатель очень эластичный. И с любых, так скажем, с полторы тысячи, с двух тысяч, с трех тысяч оборотов он уверенно, стабильно обеспечивает вас паровозной тягой. И, безусловно, я думаю, то, что Subaru, в первую очередь, как всем известно, да, фанатеют от полного привода. Это у них уже никто не отберет. Полный привод и Subaru, это уже как две равнозначные вещи. И турбодвигатели, они очень, я бы так сказал, даже безумно любят турбодвигатели. Можно часами разговаривать о Subaru Impreza, WRX, STI, да, и о других боевых единицах. Вот, да, они делают ставку в основном на это. Теперь же у них приоритеты немножко изменились. Они начинают заботиться о комфорте. О комфорте для пассажиров, для водителя. О душевном спокойствии. О уединении с автомобилем. И, соответственно, стараются по мере возможностей корректировать, производить корректировку цен, потому что это не премиум бренд. Еще раз я повторюсь. И нужно, наверное, еще завоевать очень много ценителей, чтобы этот бренд по-другому рассматривали и прониклись к нему совсем другими чувствами. Смотрите, вот сейчас мы опять едем по прямой, попробуем разогнаться до 100-120 км в час. Это пустая загородная дорога. Здесь все безопасно. В рамках разумного едем. Да, безусловно, здесь все здорово. Сейчас, наверное, уже после моей похвалы относительно этого автомобиля, многие, наверное, задумались о покупке. Возможно, имея эту сумму, если вы сейчас рассматриваете кроссовер, паркетник, те же самые универсалы, повышенные проходимости. Определенно, я вам рекомендую прийти к своему официальному дилеру, а даже лучше записаться на тест-драйв, проехаться, посмотреть, пощупать этот автомобиль. Я вас уверяю, он вас не разочарует в любом случае. Вы прикинете потом все плюсы, все минусы этого автомобиля. В общем, все устаканится, определенное время пройдет. Думаю, что вы будете принимать решение именно в пользу этого автомобиля, так как он дарит просто кучу положительных эмоций. И нельзя это отрицать в любом случае. И каждый вам любитель Subaru об этом с превеликой радостью расскажет. Так что я вам настоятельно рекомендую записаться на тест-драйв по этому автомобилю, прокатиться, безусловно, разобраться во всем и принять разумное, взвешенное решение. Потому что эти автомобили, я думаю, немножко незаслуженно оценивают с точки зрения, что это в кавычках, да, все говорят, это Subaru, вот это Mazda, это Toyota, это Volkswagen. Я там приверженец только Nissan или, ну вот как-то, знаете, выйти за рамки узкого мышления и посмотреть на эти вещи с другой стороны. И, наверное, тогда у вас уже сложится полное всеобъемлющее мнение об этом автомобиле. И вот тогда вам уже предстоит принять это решение. Так что я считаю, этот автомобиль заслуживает похвалы, особенно инженеры, проектировщики, кто разрабатывал этот автомобиль. Вот, смотрите, сейчас, наконец-то мы доехали до, так скажем, в кавычках, до моего спецучастка, куда я иногда приезжаю со знакомыми. На их внедорожниках, на Discovery, на Land Cruiser 200, на Range Rover, порою приезжаю сюда, особенно бывает весной, осенью, зимой. Здесь очень красиво, особенно весной, осенью тоже потрясающий здесь вид, лес, свежий воздух и оффроуд приключения, что может быть лучше, чем оффроуд приключения. Но, опять-таки, все в рамках разумного. Попробуем прокатиться на Super Road Back, на универсале повышенной проходимости. Вот, какой у нас поворот, четко все прописывает. Сейчас попробуем быстрее зайти в пол. Вот так даже зайти в пол. Вполне, вполне, вполне очень даже достойно себя ведет автомобиль. Опять, наверное, здесь собирают грибы, я так думаю. Уже некоторые деревья, смотришь, могут даже и повалиться. Вообще, я сам частенько стараюсь приезжать в лес, погулять, подышать свежим воздухом, потому что мегаполис у нас, конечно, провинция, набережные Челны. Но все равно стараешься приезжать в лес. Так, смотрите, вот здесь у нас немножко, сейчас попробуем проехать по бездорожью. Относительному, конечно, бездорожью. Какое-то не бездорожье, но вот такая дорога у нас потрясет немножко. Проверим, как раз-таки сейчас клиренс автомобиля. Ой, даже, знаете, вот страшно на тестовом автомобиле. Не дай бог что-нибудь случится. Вот тут сейчас ветки. Ну, они нас, я думаю, не поцарапают. Аккуратненько, аккуратненько сейчас мы пройдем. Крайне аккуратно. Нет, они нас в любом случае не поцарапают. Это не ветки, а просто листья. Довольно неплохо. Я вам скажу. Даже вот все мои ожидания превзошел. Действительно, этот автомобиль превзошел все мои ожидания. Здорово, ребят. Он едет. Классно. Вне дорог. Вот еще бы я, конечно, от себя добавил бы. Но это бы увеличило стоимость автомобиля. Камера по периметру. Вот здесь камера, здесь, спереди и сзади. Чтобы было комфортно чувствовать себя на внедорожье, да? И добавил бы подвеску с электронными амортизаторами, которые регулируются. Вот. Но, опять-таки, это увеличило стоимость автомобиля. Но возросла бы геометрическая проходимость этого автомобиля. Понимаете? Поэтому можно сюда ставить пневмоподвеску. Но, опять-таки, возрастет цена автомобиля. Вот сейчас такой участок дороги. Я почему передвигаюсь здесь очень тихо? Потому что боюсь вот зацепить бампером, да? Потому что свесы не такие большие. Одну и скотчек. Очень аккуратно стараюсь ехать. Так, так, так. Давайте попробуем вот сюда немножко проехать. Так, 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 так. Вот сюда, наверное. Дальше, наверное, тоже немножко попробуем. Да, дальше проедем. Так, сейчас секунду смс-ка пришла. Что-то у нас какое-то сообщение. Здорово автомобиль себя ведет в условиях относительного внедорожья. Если вы выезжаете куда-то... Давайте попробуем систему X-Mode включить, как она будет здесь работать. Так, нажимаем на кнопку. Все, активирована система X-Mode. Так, 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 так. Потихонько проезжаем. Тут, наверное, даже нет смысла активировать эту систему. Давайте ее отключим, потому что не такое прям опасное у нас. Кстати, вот своей пятой точкой вы неровности-то по большому счету не чувствуете. Классно. Вот теперь проедем чуть-чуть подальше. Ох, тут пыльная дорога. Мне еще снимать автомобиль в статике. Полностью обзор снимать. Конечно, бы хотел я, чтобы автомобиль остался чистым. Ох, ох, ох. Немножко у нас здесь листва у нас поцарапало. Относительно, я уже не думаю, что автомобиль царапается, потому что аккуратно еду. Тут, наверное, можно на Prado, да, на 200-м, на Lexus, на Infiniti просто скоростью 100 км в час промчаться. Это как минимум. Ну, я стараюсь потихонечку, размеренно все делать, потому что нет желания здесь гнать. Так, наверное, давайте развернемся. Вот здесь, мой, аккуратненько, ссорю. Вот, вот, тут уже трава дает о себе знать, высокая трава. Руль очень легкий. На парковке вы будете этому рады, определенно. Руль действительно очень-очень легкий. Классно. Вот мы потихоньку едем назад. И тряска, вы знаете, вот она не докучает, она такая нужная тряска. Вот ты смотришь этот участок дороги, сейчас будет трясти. И вот как надо здесь трясет, потому что некоторые участки дороги ты преодолеваешь на других автомобилях. Вот, допустим, ты думаешь, так будет сейчас, потрясет немножко. А там начинает просто тебя из стороны в сторону мотать. И ты понимаешь, о-хо-хо, какой автомобиль. Это вообще как-то, ну, не соответствует действительности, так скажем, это все дело. А тут вот, да, немного, чуть-чуть нас, да, потрясло. Ну, в пределах разумного ничего страшного не произошло. Даже если сзади маленький ребенок, он так тоже потрясется немножко, встряхнется. Нет, ничего страшного, потому что подвеска все отрабатывает, ну, ура. И я рекомендую этот автомобиль в качестве семейного, безусловно, потому что оно по-другому никак, да. И в качестве делового автомобиля. Даже можно рассмотреть этот автомобиль в корпоративные парки для встречи клиентов, для встречи гостей из аэропорта и так далее, на различные другие случаи. И вот с житейской точки зрения, да, эксплуатация этого автомобиля, в принципе, неплохая, я считаю, вот, в условиях сельской местности. У этого автомобиля хорошая гарантия, редко что здесь ломается. И большинство, знаете, думают о том, что я начинаю расхваливать автомобиль постоянно, то, что я не замечаю недостатки для меня. Любой автомобиль это просто как произведение искусства. И большинство людей, которые нахальным образом говорят о том, что, например, АК это не автомобиль, да, или Део Тика это не автомобиль, Део Матис. Это так себе просто из пункта в пункт Б доехать. Многие как бы не считают, что это автомобиль, пренебрежительно относятся. А да им, допустим, Салин С7, да, либо Пагани Зонда, я не знаю, какой-то гипер-супер спорткар, Кёнингсек, Роллс-Ройс Фантом, Майбах. Они сразу скажут, это классный автомобиль. Вот просто я не могу описать словами, какое у меня недоумение. Ведь любой автомобиль это автомобиль прежде всего. Разработчики старались, разрабатывали этот автомобиль, да. Разработчики разрабатывали, классно, масло масляное, вообще классно. Разработчики проектировали этот автомобиль, корпели над производством, инженеры это все делали, да. Дизайнеры руку приложили, а вы говорите, что это не автомобиль, автомобиль ни о чем. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Но я, в первую очередь, отношусь к автомобилям с большим уважением, трепетом. И даже вот когда недавно я был на соревнованиях с закрытым чемпионатом по кольцевым гонкам, это пятый этап, он проходил в Казани. Казань, ринг, стадион, Porsche Club Challenge, он назывался, если мне память не изменяет. Вот, так там такие автомобили, кстати, скоро на канале они будут представлены. Там GTR, Evolution, VRX, Audi R8, Gallardo 911, GT3 даже есть, там Seat заряженный, 7-ка заряженная, Evolution, M3, M5, M4, RS, M4, AMG. Когда я туда приехал, для меня как будто все мои мечты в одном месте как бы сбылись, да. Даже во сне у меня такое не приснилось, такое количество автомобилей. Я даже, вы не поверите, от волнения почти после этих съемок, да, после съемок вот этих спорткаров, при том я даже в них не сидел, в этих спорткарах, я просто стоял рядом, я уже от этого просто неимоверное удовольствие получал, от того, что я стою рядом и когда, не знаю, там порой даже и прикасался к ним, да, вот, то есть смотрел какой там пластик, там металл и так далее. Я уже от этого получал удовольствие и когда я, это все уже, съемки закончились этих автомобилей, несмотря на то, что я даже не катался, я 2-3 дня, даже неделю не мог нормально уснуть, спать спокойно не мог, потому что меня до такой степени это все разволновало и затронуло. Вот, наверное, сейчас уже 2 недели прошло, как я приехал обратно в Чалны на съемках, я был в Казани. У меня это очень тронуло и, ребят, вот, это не описать просто словами, этим нужно жить. Встаешь, думаешь об этом, засыпаешь, думаешь об этом, тебе снится, соответственно, только автомобили. И ты проживаешь, как бы, вот, живя этим. Вот оно так и есть, по большому счету. Для меня автомобили это нечто большее, чем просто передвижение, нечто большее, чем просто автомобиль, который вас из пункта ВМП доставит, нечто большее, чем что-то роскошное. Наверное, в рамках тест-драйва мы немножко обсудили все. Сейчас я приехал на то место, где у меня будут полноценные съемки. Это обзор в статике, отдельный тест-драйв и обзор в статике. На этом тест-драйв Subaru Outback 2015 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 2 миллиона 350 тысяч рублей. Комплектация максимальная топовая у нас на тесте. Двигатель 2.5, 175 лошадок, за глаза его хватает. Отличная топливная экономичность, он очень бодрый. Кто собрался или сейчас в раздумьях вообще брать или не брать Subaru, берите на 100%. Просто берите и наслаждайтесь эксплуатацией этого автомобиля. Все, я надеюсь, вам это видео понравилось. Как обычно, комментируйте, подписывайтесь на канал. Я постараюсь на все ответить, оценивайте это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось, оно было информативным. Оставляйте комментарии, я постараюсь на все ответить по мере возможностей. И да, это новость, я постараюсь делать побольше тест-драйв, потому что всем, безусловно, всем это нравится, когда тест-драйв. Когда ты рассказываешь про автомобиль, делишься своими эмоциями, будут тест-драйвы японцев, корейцев, в общем, американцев, немецкие автомобили, также много будет тест-драйвов. Все, на этом я завершаю. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok